Гладкая судьба Мы смешные люди! Смешные люди, как же нам быть? Мы здесь за тем, чтоб вас рассмешить Чтоб подарить вам нашу любовь Чтоб стать детьми на пару часов Смешные люди, так повелось Бежит от смеха всякая злость А посмеяться поводы есть Ведь вы нас ждали, мы уже здесь! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну да, товарищи, друзья мои, все в сборе, можно начинать Погодите, погодите, товарищи, погодите Госпожа, что-то не хватает, блин, а? Чё? Где ж подруга моя? Дай, чтобы за кулисами её видала живой и трезвой, а? Ой! Ой! Вот чё делаешь. Школьница, я всё-таки в душе всё та же школьница. А то бит всё так же под коленкой болит. Под лопаткой. Ну, под лопаткой. Куда успела-то? Не волнуйся, Матрона, я в своём уме. Я вижу. Просто я по школе соскучилась. Я соскучилась, дядя. Так хочется вернуться, так сказать, знание освежить. Сто гласный, сто гласный. А то я что, со школы всё позабыла. Сами чё-нибудь помните? Конечно помним. Например, вот закон Архимеда. Жидкость, опущенная в тело, требует закуски. А мне ещё, знаешь, какой закон нравится, Саня? А все тела при нагревании раздеваются. А при охлаждении? При охлаждении одеваются, берут деньги и идут домой. Ах, тебе стыдно. Ну, быстро домой. Без родителей не возвращайся. А я по русскому языку был отличник. Ага. Нет, ну серьёзно, как щас помню. Ча-ща пишется с буквой Ча-Щ. Но мне даже учительница всё время говорила. Карен, реже балуйся, ча-ща учись. А знаешь, что ещё, Кареш, в русском языке есть падежи. Я тебе сейчас расскажу, как я запоминала. Сначала я мудательный. Потом неожиданно от него родительный. Потом именительный. Потом, говорю, ты чё творительный? Гляди, я тебе винительный. Если ты на мне не женительный. И тогда он мне предложил. А я по истории помню. Значит, верхи не могут, низы не хотят. А у меня в семейной жизни всё наоборот. Низы хотят, верхи не могут. Точно? Точно. АПЛОДИСМЕНТЫ Правда, лысый? А я тут вообще, товарищи, ни при чём. Я лично в школе был отличником. Круглым. Да, особенно мне удавались сочинения по литературе. А, например, Катерина, луч света в конце тоннеля. Лично я был по биологии наголову выше всех в классе. Да? Как сейчас помню простейшие амьёба, инфизория туфелька и инфизория тюбетейка. А у меня была пятёрка по математике. Да? Да. Сколько будет? Семью три, а? Семью три. Очко. Вот, вставай. Да, хулиганё. А я, я жирафию любил. Запомните, если вы потеряли в лесу ориентацию, нужно определить, с какой стороны на деревьях мох. А как это связано с потерей ориентации? Ну, как вы не понимаете, там, где на деревьях мох, там север. Это кто на деревьях мох? Телефончик, дай. Слышь, ты, 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 ты. А я из геометрии помню. Если в пространстве задан орто-нормальный базис, то квадрат нормы вектора х равен сумме квадратов скалярных произведений вектора х на векторы базиса. А ты что сказать-то хотел, я не поняла. Теорема Тифагорова. Слышь, ботан, ты что, самый умный? Ну, в общем, не глупый. Вы все слышали, а? Он нас с дебилами обозвал. Ну, перестаньте, перестаньте, перестаньте. Молодец, Миша, молодец. А у вас знания скудные, поэтому я и прошу всех, давайте отправимся в школу. Правильно. Послышим знания, так сказать. А что, великолепная идея. Давайте все отправимся на какое-то мгновение в школу. Все станем учениками, учителями, звучами, директорами. Кстати, кстати, а как правильно директорами или директорами? Вот в школе и узнаешь. Вот именно. Правильно, директорами. Потому что, товарищи, директор, он один, и им буду я. Ух ты! Ух ты! Так, быстренько вспоминаем, что нам нужно еще для того, чтобы вернуться к нашей альма-матери. Какой-какой матери? К нашей альма-матери. О, я вспомнил. Нам нужна классная доска. Есть такая. У нас хоть и доска, но баба классная. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На себе лет посмотрим. Да, 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 да. Так, друзья мои, друзья мои, давайте, значит так, доска у нас есть, парты у нас будут, учительница тоже будет. Ну что, прошу всех... Ну, погодите, помните, первого сентября старшеклассник все время сажал себе малышку-первокласску на шею. Ну-а. И она в звонок звонила. Ну да. Давайте вспомним эту традицию. Я, кстати, вот колокольчик достала. Вчера у одной коровы отцепила. Так вот кто у меня колокольчик отцепил? Я ненадолго, попользуюсь, отдам. Вот даже потом потурок. Ну-ка, подмогни, кучеревенький. Учительница! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Убрасывай писать, толким бёрышком в тетрадь. Учишь в школе, учишь в школе, учишь в школе. Прибавлять и отнимать, телом жидкость опускать. Учишь в школе, учишь в школе, учишь в школе. В туалетах не курить и воспитанными быть. Учишь в школе, учишь в школе, учишь в школе. И не путать иногда, там, где спирт, а где вода. Учишь в школе, учишь в школе, учишь в школе. Нам не поздно никогда посидеть за парты, да В нашей школе, в нашей школе, в нашей школе Здравствуйте, дети! Здрасте! Садитесь! Я ваша новая учительница Ух ты! Ух ты! Чего? Из ух ты говорит А чему вы нас будете учить? Всему Ух ты! Ух ты! О плохом научите Только если в четверти будут одни пятерки Я согласен Так А почему у вас в классе только две девочки? Ама! Он и не знает, что мы не девочки А сколько вам лет, просите? Семьдесят пять А на двоих Каждому А что ж вы, простите, делаете в школе? А мы не годницы Ой, второгодницы Ага, многогодницы Угу Ну что ж, класс Давайте познакомимся Меня зовут Гертруда Йориковна Чмокина Ух ты! Ух ты! Не успел записать я уже Насписуй Я напишу на доске, чтобы вы запомнили Спасибо Держи джейль Тер-та-ру-да Да. 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 Его Риковна. На. Чмокина. На. На. Ну, а теперь я познакомлюсь с вами. Где ваш классный журнал? Так, отдай, отдай. Вот. Ну, я же просила, классный журнал. А чё, это классный журнал? АПЛОДИСМЕНТЫ Дивенька, бай. Дивенька, вставь. АПЛОДИСМЕНТЫ Угу Садитесь Гертруда Йориковна Да Вы забыли в учительской классный журнал Спасибо Так, о Я смотрю, вы уже, так сказать, здесь что-то преподаете Гертруда Йориковна Чмо Ух ты Знаете, мы тут азбуку проходим Понятно, позвольте взглянуть З Охо-хо-хо-хо-хо Охо-хо-хо-хо Да Да Да. А вы думаете, что можно прожить на одну зарплату учительницы? Ертуда Йориковна, журнал я возьму с собой. А вас я жду после урока у себя в кабинете на ковре. На ковер! Вот так правильный будет. Ух ты! Ну что ж, класс, давайте познакомимся. Я буду называть ваши фамилии в журнале. Тот, кого я назову, пусть встает и говорит «здесь». Понятно? Здесь. Кто? Здесь. Понятно. Чего тебе понятно? Фамилия у меня такая. Саша, понятно. А, понятно. Здесь. Здесь. Я поняла. Присядь-ка. Здесь. А ты чего встал? Как фамилия? Присядь-ка. Как присядь-ка? Присядь-ка. Хотя нет, при встань-ка? Здесь. А ты у нас кто? Я, Витя, при встань-ка. Хорошо. При встань-ка, присядь-ка, а ты присядь-ка-при встань-ка. При встань-ка, присядь-ка. Присядь-ка, при встань-ка. При встань-ка, присядь-ка. При встань-ка. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты кто? Фамилия? Ё-моё. Как, ё-моё? Присядь-ка. Здесь? Ану сел. Здесь? АПЛОДИСМЕНТЫ Ты кто? Карен, ану сел. АПЛОДИСМЕНТЫ Присядь-ка. А-а-а! А ну сел! Здесь! Я говорю, прилипни задом к стулу. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Ты кто? Фамилия? Прилипни задом к стулу. Румын. АПЛОДИСМЕНТЫ Надо мной или как? АЛАДУАЛЕЙКУМ! Чего? Салам! Чего? АЛЕЙКУМ! Как фамилия? Или как? Абдурахман. Так, ты, Абдурахман, присядь-ка. Здесь? А ну сел! Здесь! Я не тебе, я ему, понятно? Здесь. Да что же это за фигня, а? Я здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты кто? Клавдия фигня. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот зараза. Здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ СМОТРЁМ, ЗАРАЗА! Присядь-ка. Здесь! А ну сел! Здесь! Да не тебе, я ему, понятно? Здесь. Да что же это за ё-моё такое? Здесь. А ну сел, зараза! Здесь! АПЛОДИСМЕНТЫ Да задолбали вы. Мы. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто вы? Братья задолбали вы. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну это ж полный пипец. Вы меня звали? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пошёл нафиг! Я здесь! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну вы-то кто? Пошёл нафиг. Иди отсюда! Нафиг. Ну что же это такое? Господи! Здесь. Ну вот класс. И познакомились. А теперь по списку. Присядь-ка, привстань-ка, зараза, а ну сел, прилипни задом к стулу, понятно или как? Фигня, ё-моё, задолбаривай! Внимание, кто хочет отвечать? Молодцы! А теперь полный пипец! И... И пошёл нафиг! И сколько? А сейчас перед заставкой и наградой я гарантирую звонку. Кэш-кэш-кэш-кэш-кэш-кэш. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вас представлял совсем другой. Ну да, наверное, старый, страшный. Нет, наоборот, молодой и красивый. АПЛОДИСМЕНТЫ Мама! Что тебе надо? Ну, мам! Ну что тебе? Я писать хочу, а ты уроки сделал? Мама! Ваш внук очень слаб в географии. Не важно, с нашими доходами далеко не уедешь. Пап, ну, мам! Мне не нужны никакие игрушки, я хочу настоящий автомат. Ну, я куплю тебе игрушечную, будет совсем как настоящий. Я не хочу игрушечную, я хочу настоящий автомат. Так, в конце концов, кто дома командует, ты или я? Сейчас ты. Ну, когда у меня будет настоящий автомат? Пап, тебя наша новая классная в школу вызывает. Так, а что ты там такое натворил? Да какая тебе разница, сходи, не пожалеешь. Ещё ни один папа не жаловался. Сидоров, очень хорошо, что тебя нашло. Ну, значит, Сидоров, ты почему в туалете куришь? А вы что, хотите, чтобы я в классе курил? Я хочу, чтобы ты вообще не курил эти свои поганые сигареты. А я свои не курю, я чужие курю. Нет, они. Чтоб завтра же пришёл в школу с отцом. Понял? Понял. Отец не может, он занят. Когда освободиться? Год через два. Понятно. А, мать. А чё мать-то? Чё мать-то? Сразу чуть что-то, так мать. Сразу мою мать. А вот у вас, мать-то чё, у вас мать есть, вот её вызывайте. Моя мать. Нужна вам моя мать. Моя мать, да она моя мать. А не ваша мать. Так, Сидоров, ты мне не хами. Я тебя спрашиваю, мать свободна? Нет, она замужем. Но прийти в школу она может? Может, но не придёт. Это почему? Будь то она из какого-то курения в школу ходить, ага. Вот если бы я, например, окно выбил, или, например, директору штаны. Сидоров, я хочу немедленно видеть в школе. Твою мать. Я вас предупреждал. Сами напросились. Вон и мама идёт. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну а что ему, на урок курить, что ли? Нет, дело в том, что он вообще не должен курить эти свои поганые сигареты. Да он свои сродни курил, всегда стреляет. В кого стреляет? Да не в кого стреляет, сигареты он стреляет. Она что, ненормальная, да? Нет, 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 вы послушайте, ваш сын ведёт себя возмутительно. Он сказал, что его отец освободится через два года. Он так сказал? Подонок! Нигонять! Я тебе сейчас не вижу! Отец всего через год освободится! Ты понимаешь, это что? Послушайте, не надо бить ребёнка, не надо его лупить. Лупить! Отцу лишний год прибавил! Такого себе прокурор даже не позволял! Да вот меда! А! Что вы делаете? Вы сочините, чтобы ёбку надела! Ишь ты! Ноги тут мне задирает! Учит мальчика! Господи, что меня вызвали-то? Ну, курит что ли он? Да! И всё! Всё! Радость моя! Ты моя радость! Я думаю, что натворил там? Что наделал? Там директору морду набил! Или что? Он курит! Господи! Кстати, что он курит? Табак или травку? Табак! Табак! Вот! Значит, травку уже курить перестал! Значит, мальчик выправляется! Солнышко моё! Какое же выправляется! Я ему говорю, мама свободна! Да! Он говорит, нет, она замужем! Ну, и что? А что я этого козла? Год ждать буду, что ли, а? А чё у вас учительница по полу ползает-то? Красавица! Вот так тебе получше! Ученики побольше тела давать начнут, а? Ну вот, ладно, некуда мне с вами лясту точить! Мне ещё надо к брату-младшему идти, передачу нести в тюрьму! Да, походили, а ты как чё думал? Сидишь тут, учишься? Мать только и ходит туда-сюда и не знает, куда пойти! Так что, если он что с вами сделает, сразу мне звоните! Вот! Что сделает? Ну, не знаю что, изнасилует вас, к примеру! Ну, я? Ну, не меня же! Лара вместалась! Ну, ты, глянь, а! А как изнасилует? Он на вас сексуальным глазом глядел? Он глядел, но я не знаю, каким сексуальным или нет, но, 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 но послушайте, но послушайте, но он же ребёнок! Какой он ребёнок! Он же ребёнок! Ребята! Вот текст отца, его отчёт ни одной юбки не пропускал! И он так хочет! Мать! Так что, если он что-то с вами сделает, сразу звоните! Это, господи, господи! Телефон какой! Какой телефон? Какой у нас телефон? Что ты, мам? А, да! У нас телефона нет! Звоните в милицию, 0-2, значит, я прибежать не успею, правильно? О, не успею! Сразу в милицию звоните! Вы понимаете? Он, когда начинает, никто понят... Сексуальным! Гляньте, каким глазом! Гляньте, конечно! Мы, когда с ним банк грабили, он секретаршик, знаете... Чего? Какой он секретаршик? Да что вы! Вот мне повезло! Соседка тётя Лена, актриса, 500 рублей и мама в школу не ходит! Велик и могуч русский язык. Сколько в нём всяких депричастных оборотов, наречий, прилагательных? Ну, давайте начнём с самого простого. Сколько букв в русском алфавите? Три. Ответили четверо. На каком языке общаются остальные? Хорошо, давайте повторим самые простые правила русского языка. Жи-ши пиши с буквой... Пиши! Ча-ща пиши с буквой... А! Чу-щу пиши с буквой... У! Дом-два пиши с буквой... Ой-ё! Наши ученики изучают гораздо более сложные правила. Добро пожаловать на урок русского языка! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Надо бы заходить. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты взяла? Русский? Русский, да. Русский, да. Понимаешь? АПЛОДИСМЕНТЫ Надо бы все было. В форме. В упражнении. 42-го упражнения делала? Не дам специально. Так. Ну что? Все на месте? Все, все. Хорошо. К доске пойдёт. АПЛОДИСМЕНТЫ Желающие есть? АПЛОДИСМЕНТЫ ЛЕСРУК Ну что же, по списку пойдём? Или как? Я здесь. Я или как? Очень хорошо. Встаньте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я уже стою. АПЛОДИСМЕНТЫ Тогда прочитайте предложение на доске. Жена накормила мужа. Давайте разберём это предложение по составу. Найдите в нём главные члены предложения. Муж главный. АПЛОДИСМЕНТЫ Неправильно. Главный – жена. Это у вас жена главная, а у нас муж главный. АПЛОДИСМЕНТЫ Не спорьте или как? Найдите здесь подлежащее. Сам не знаешь, что ли? Жена подлежащая. АПЛОДИСМЕНТЫ Правильно. А муж – это что? АПЛОДИСМЕНТЫ Муж надлежащий. АПЛОДИСМЕНТЫ Надлежащие – такого не бывает. АПЛОДИСМЕНТЫ Это у вас не бывает. У нас в каждой семье бывает. Поэтому у нас рождаемость хорошая. АПЛОДИСМЕНТЫ Это правильно говорит. Я читала, читала. Внимание. На какой вопрос отвечает подлежащая? Подлежащая отвечает на вопрос «Где была?» И «Когда пожрать приготовишь?» АПЛОДИСМЕНТЫ Да, Михаил. Неправильно. Подлежащая отвечает на вопрос «Кто и что?» Не отвечает она. Я отвечаю. Я ей сто раз спрашивал. Кто звонил? Что говорил? Молчит, зараза. Скажите мне, слово «жена» какого рода? Древнего рода. Курнбаеване. Да, Михаил. Слово «жена» женского рода. Понятно? Здесь что и надо. Ничего не надо. Можно выйти. Нельзя. Кто скажет, а как определить, что жена женского рода? Да, Виктор? Нужно пощупать. Хочу быть женой. Иди, 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 иди. Молоком, Гвард. Мелеста. Внимание в класс. Иди. Объясняю для всех. Жена женского рода, потому что жена, она моя. Повтори, что сказал? Повторяю. Жена, она моя. С каких пор она твоя? Она моя. У слова «жена» какое число? Единственное или множественное? Конечно, множественное. Да, Михаил. Слово «жена» — единственное число. Единственное, единственное. Это у вас единственное, единственное. А у нас множественное. У нас в каждой семье по три, по четыре. Жена девать некуда. А ты мне говоришь. Слышь, тебе пятая не нужна. Эти, иди. Спасибо, у меня комплект «Неделька». Или как? Спуститесь на землю. А, извините. И найдите в этом предложении «Сказуемое». Жена «Сказуемая». Почему? А потому, как домой приходишь, жена начинает «Сказуемое». Один час «Сказуемое», два часа «Сказуемое», три часа. Я ей говорю «Замолчи, зараза». Жена «Сказуемое». Жена накормила мужа. Накормила – это что? Это враньё. Муж всегда голодный ходит. Муж – это какой член предложения? «Сказуемое». Какой тебе разница? Я хочу, чтобы вы мне ответили. Муж – это какой член предложения? Такие вопросы задаёте, а отвечать неудобно. Я не понял, это урок русского языка или медкомиссия? «Сказуемое». «Сказуемое». «Все или как?» «Вы ничего не учили». «Садитесь». «Я уже сижу». «Завтра в школу с родителями». «А с женами можно?» «А ну сел, я сказал. А ну сел». «Здесь?» «Я ну сел». Пожалуйста, пройдите к доске. Давайте повторим с вами тему «Синонимы и антонимы». Вы знаете, что такое синонимы? Нет, а что это за звери такие? Да, Михаил. «Синонимы» – это слова, похожие по значению. Ну, например, дом, дача, шалаш, замок, вилла, коттедж. Молодец, Михаил. Понятно? Здесь. Чё надо? Ничего не надо. Можно выйти. Нельзя. Итак, как сказал Михаил, «Синонимы» – это однозначные по смыслу слова. Назовите мне синоним к слову «бежать». Я подскажу «бежать», «мчаться», «нестись». Милиция. Почему «милиция»? А я, как увижу милицию, начинаю бежать, мчаться, «нестись». Я даю вам ещё один шанс. Назовите мне синоним к слову, хорошему слову «друг». Я подскажу «друг», «приятель», «товарищ», «милиция». Да почему «милиция»-то? Ну, там одни товарищи. Товарищ капитан, товарищ майор, товарищ полковник. Товарищ генерал-майор, товарищ генерал-лейтенант, товарищ генерал-полковник, товарищ маршал. Молодец, Миша. Вам понятно? Здесь. Чё надо? Ничего не надо. Можно выйти? Нельзя. А мне уже не надо. А ну, сел. Вы поняли, что такое синонимы? Понял. Синонимы — это работники милиции. Всё. Забудьте про синонимы. Перейдём к антонимам. Скажите мне, что такое антонимы? Да или как? А чё всё время он отвечает? Самый умный, что ли? Михаил. Антонимы — это слова, противоположные по значению. Ну, например, лысый, волосатый, маленький, большой, 40 рублей, 80 рублей. Молодец, Михаил. Итак, как сказал Михаил, антонимы — это противоположные по значению слова. Например, верхняя, нижняя, передняя, задняя, левая, водка. Водка — спиртосодержащая жидкость, температура замерзания минус 38 градусов. Получается путём перегонки с целлюлозой или крахмала. Впервые запретена метилеймом в 1882 году. Какие познания, Михаил. При чём тут водка? Как это при чём? Вон вчера конфисковали 20 ящиков водки, сказали, что левая. Всё, переходим к антонимам, забываем про водку. Антонимы, я подскажу. Назовите мне простые слова, я подсказываю. Например, большой, маленький, богатый, бедный олигарх... Олигарх в Лондоне. Да почему в Лондоне-то? Олигарх нищий. Хотел бы я быть таким нищим. Соберитесь, анусел. Соберитесь. Возьмём элементарные слова. Я буду показывать, посмотрите на меня. Я, например, подсказываю, пришёл, ушёл, открыл, закрыл, сел. Дурак. Да почему дурак-то? Ну, был бы умный, не сел бы. Ну, если он всё-таки сел, то противоположное слово какое? Вышел. Да почему вышел-то? Да потому что амнистия. Ну, как вы не поймёте. Это же так просто. Я назову простые слова. Например, врач, пациент, преподаватель, студент, учитель... Достал. Кого достал? Всех достал. Я последний раз спрашиваю. Назовите мне антоним к слову длинный. Короткий. Горячий. Холодный. Молодец. Кретин. Достаточно. Мало. Пожалуйста, хватит. Спасибо, ещё. Прекрати. Продолжай. До свидания, два. Здравствуй, пять. Пошёл отсюда. Иди сюда. Кретин. Молодец. Урок окончен. Перемена начала. Иди сюда, сынок. А ну-ка, рассказывай. Что вы делали сегодня на уроке рисования? Рисовали маму. Как, опять мам? Вчера рисовали маму, после вчера рисовали маму. Ну, не знаю, учитель заходит в класс и говорит, рисуйте быстро, мать вашу. АПЛОДИСМЕНТОР 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 Так, Розумовский. Математика. Два. Русский. Два. Поведение. Неудовлетворительно. Всё. Держи. Твой отец посидеет, когда увидит дневник. Не посидеет. Он лысый. АПЛОДИСМЕНТОР Иди сюда. Как тебе не стыдно. Во время урока разглядываешь эротический журнал. Я хочу немедленно видеть твоих родителей. А чё их видеть-то? Вон, мама на 35-й странице, пап на 46-й. АПЛОДИСМЕНТОР АПЛОДИСМЕНТОР Матерон, а ты знаешь, что тычинки и песни? Аплодистики у цветочков. Органы размножения. Аба, а я их нюхала. Михаил Иванович! Михаил Иванович, да я выучил! Выучил? Выучил! Посчитай до 10. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ты на пальцы подсматриваешь. Спрячь руки за спину. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так тоже не пойдёт. Спрячь руки в карманы. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ой, одиннадцать. Добро пожаловать на урок истории. Давайте для начала самые простые вопросы для умственных отсталых. Сколько лет продолжалась 30-летняя война? Значит, у вас есть варианты. Ничего себе. Хорошо. Я не буду спрашивать, в каком году состоялась война 1812 года? В одиннадцатом. В одиннадцатом. Правильно. С кем воевали французы? Французами. Сами с собой. Приехали в Россию и сами с собой. Ну, как мы в Куршавель. И сами с собой. Понятно. Приблизительно так я и думал. Дорогие дети. Для того, чтобы вы хоть что-нибудь запомнили на уроке истории, мы специально пригласили сюда артистов из замечательного театра имени Кащенко, Скворцова, Степанова, Клифосовского. Эти артисты ездят специально по разным школам и делают то, что называется исторической реконструкцией. То есть они разыгрывают сценки из различных эпох, чтобы дети запоминали хоть что-нибудь. Сейчас, с помощью этих чудесных артистов, вы узнаете, что действительно произошло в России в 1812 году. АПЛОДИСМЕНТЫ ТОНЕ СИЛЬНАЯ ТУЧА ЗАТУЧИЛАСЬ ТОНЕ СИЛЬНАЯ ТУЧА ТОНЕ СИЛЬНАЯ ТУЧА ТОНЕ СИЛЬНАЯ ТУЧА Туда едет собака Бонапад Собака! Какая собака? Наполеон! Камон, камон! Сейчас мы вам подробно расскажем о том Что было в году 1812-м Тогда очень стрёмно в России жилось А сейчас вы узнаете, как всё началось Короче, пришёл к нам в России чувак Маленький, наглый, но полный, вот так Хотел всю страну нашу он захватить Вообще никто не мог его остановить Отдайте Москву, говорит, мой вам совет А наши пацаны ему сказали в ответ Простите Сюда пожары, бои там и тут От нас, сюда французы Мы к вам пришли издалека Россия очень велика Но станет нашею она Не-на-на-на Ведь нас тут целый батальон И с нами главный гелемон Любимит женщин, вот и он Наполеон О-о-о, Наполеон О-о-о, Наполеон Он самый главный наш гумир С ним завоюем мы и с ним Ни разу он не побеждён Наполеон О-о-о, наполеон Бонжур мон의 шэр Бой-я-я-я... Искусизм. Ай-я-я-я-я-я... Ай-я-я... Най-я-я. Най-я-я-я... К серьезно. Вот... О, шарманный! Шарманный! Шардманный... М 있습니다. Чёр steal. Он шалит. У меня есть температура! А! Ух! Харм, харм. Горрор, мои мои. Хэрли. Что вы сейчас живете на моей классе? Вы понимаете? Горрор. Я не плачусь Я не плачусь. маншер амперметр какой я тебе амперметр я император я вас русским языком спрашиваю ки дюссирвиз ойжурди дан ватеркласс вы компрэнет миссию император си-ву-плее до манпасия камамбер бордо каберне а вексамагон крусс бистро сартир сам понял что сказал мой император комсик он сам видал сосуд барбин гуя кэргудур куршавель скараганду мать моя бастилия из этой армии я завоевал всю европу подайте мне стур мать и метр трубу 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 что ты мне дал я просил подсорные трубы чурка почему ничего не видно а минать шило на мило где москва куда нам идти а молния тур может быть у кого-нибудь спросим о и заодно узнаемся где можно отобедать бажоле что-то жульен фуагра знаете ли очень хочется жрать меня все горячие чебуреки а а получит водокачку откуда знаешь кино смотрел а мать мазель бабушка не подскажите ли нам где москва 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 столица москва 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 лимита французская моска миски II с москва у меня подруга есть у нее племянцев тоже поехал в москву завоевывать работ устроил с языком правда работ работ ночная на улице но зарабатывает прилично Prior criminal не жалко Uk Koh Сколько там сейчас, что, долларов? Не знаю. Послушай, бабушка, ты нам скажешь, где Москва? Джиперс-навигатор хороший возьмешь, он тебя в Москву выведет. Хороший, надежный, проверенный временем. Понимаешь, мой прадед в Москву поляков водил. Как твоя фамилия, бабушка? Сусанинами. Послушай, бабушка, иди в баню. Зачем? Простите, товарищ артист, что я вас перебиваю. Кого тебе? Что вы несете? Что вы такое несете? Причем здесь какой-то GPS-навигатор в 1812 году. Это же какая-то историческая неправда, понимаете? Наши смотрят дети. И почему ваш Наполеон все время говорит с каким-то странным узбекским акцентом? Слышно? Ну, откуда ты знаешь, что был 200 лет назад, что не было? Может, у него в роду узбеки были? Наполеон. Слышь, ты давай не мешай. У тебя своя работа, у нас своя. Согласен, товарищи? Да. Беляши горячие похлама берем. Мы из-за свежего берем. Беляши горячие. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мои солдаты, мне пришла эсэмэска. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ О, БОРОДИСМЕНТЫ О, БОРОДИСМЕНТЫ О, БОРОДИСМЕНТЫ Там битва будет нелегка, там ждут нас русские войска, Но мы побьем их все равно на Бородино. О, БОРОДИСМЕНТЫ На поле пушки грохотали, Летели ядра мышиные. Мы долго молча отступали И встали при Бородине. Мы долго молча отступали И встали при Бородине. Забью заряд я в пушку туга, В ружье засуну я свинец, И молодая не узнает, Какой француза был конец, И молодая не узнает, Какой француза был конец. Вот оно, Бородино, Отсель грозить мы будем шведу. Вы хотели сказать французу, Поручик Ржевский? Да какая разница? Хоть французу, хоть китайцу, Оторвём он нафиг я. Отставить! Редмашел Кутузов идёт. Смирно! Редмашел Кутузов! 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 Здорово, Орлы! Здорово, товарищ ледь маршал! Ну, Елена Ильич, что у вас с глазом? Шел, упал, потерял сознание, очнулся, глаз. Поручий Курсишевский. Я. Какие новости? Вчера трогал грудь Наташи из Ростова. Скажу вам с глазу на глаз. Я вас спрашиваю про Наполеона. Наполеона пока не трогал. Отставить. Багратюнычан. Да, дорогой, слушай вас, господин фельдмаршал. Где батарея Раевского? В котельной. Принесёшь сюда и поставишь на левый фланг. Будет сделано. Даже глазом моргнуть не успеете. Дай трубу. Вам какую есть? Нокия, Моторола есть, блютуз, русскоязычное меню, полифамия. Мне подзорную. И стул. Есть. Вот, пожалуйста, фельдмаршал Джаннер. Я не понял, мы что, будем наступать ночью? Михаил Илларионович. Михаил Илларионович. Ух, как я хочу хлопнуть Наполеона. Хлопните, хлопните, Михаил Илларионович. Вот, пожалуйста, настоящий французский Наполеон. Армянского разлива. Позвольте, ваше сиятельство, налью вам на глазок. Шты! Как же я ненавижу этот Наполеон. Так бы сожрал его с потрохами. Вот, пожалуйста, свеженький Наполеон. Учите на здоровье. Съешься, Михаил Иларионович. Мы вчера по два килограмма сожрали ни в одном глазу. Ох уж мне этот Наполеон. Выскочка. Коньяк его именем. Пирожное его именем. А моим именем хоть что-нибудь назовут. Так точно. Кутузовский проспект в центре Москвы. Ну, правда, там памятник мой будет. Ну что ж, господа, нас мало, но мы должны. Выстоять в этой битве. Ты кто такой? Меня зовут юнцом безусым. Хоть это право, это право и смешно. Но бью по морде я французов. Давным-давно, давным-давно, давным-давно. Меня все полюбили сразу. И только Ржевский говорит, что я премно. И сам ходил ко мне два раза. Давным-давно, давным-давно, давным-давно. Скажи, как звать тебя, Корнет? Азаров Шура. Который год тебе? Семнадцать. Тише, дура. Еще один вопрос. Корнет, короче, вы женщина? Врать не имею, мочи вам, ваша светлость. Баба я. Проверить не хотите? Еще чего? Ну, хоть одним глазком взгляните. Я хоть и женщина, но я готова в бой. За родину, отчизну. Домой! К мадамам, нянькам, куклам, танцам. Чтоб духу не было. Разрешите мне остаться? Я в бой хочу. Еще хотя бы раз. Иди. Не попадайся мне на глаз. Тьфу! Перечить вам не смею. За родину я грудью встану. И хоть груди я не имею, то лягу я к костюми на Бонапарта. И доведу его я до инфаркта. А коль решил завоевать он всю Европу, возьму ремень и отобью ему всю. Хватит! Браво, Шура, Мояш Холланд. Слышь, Михаил Илларионович, сгадится нам этот фраерок, а? А, черт с тобой оставайся. Спасибо, благородие ваше. А девкой был бы краше. Ну что ж, господа, отстань в столицу. Так точно. Отступать некуда. Позади черкизовский рынок. Я хотел сказать, позади Москва. Как говорил мой друг Суворов, баба, дура, мужик, молодец. А, нет, это я говорил. А Суворов говорил, пуля, дура, штык, молодец. Так что французам пули, бабам штыки. Смотри, не перепутай, кутузов. Вы что-то сказали, поручик? Никак нет. Господа, сюда идут французы. Бонжур, миссия кутузов. Живу зампри, миссия кутузов. Валентино, Пьер Карден, Коко, Шанель, Гренобль. Чего бы? Слышь, чё, ты давай Гренобль отсюда, а то я тебя Коко на Шанель натяну. Поручик, поручик, позвольте я сам. Слышь, ты, рататуй! Круассант тебе в Пежо! Пасть порву, моргал, выклю! Всю жизнь на аптеку работать будешь! Сардельки, сосиски! Сардельки, сосиски, гриль. Сардельки берём, сосиски, гриль. Куры, гриль домашний. А также гранаты, лимонки. Аптеку калашникова. Спутникова система наведения. Русским бесплатно. Французам не продаю. Лично для вас, Михалоныч, могу подогнать Катюшу. Катюша, выходи! Катюша! Рекомендую, Катюша! В арсенале две силиконовых боеголовки замедленного действия и другие игрушки. За один раз до десяти французов укладывать. Сама с Украины. Простите, пожалуйста, я снова вынужден вас прервать. Я не понимаю, что вы такое несёте. Где историческая правда? Причём здесь какая-то ваша Катюша со своими историческими какими-то силиконовыми штучками. Я не понимаю. Что это такое? Ты чё? Нашим не хочешь помочь? Нет, я очень хочу помочь нашим, но это же всё какая-то неправда. Катюша, займись. Катюша! До встречи! richtige! Я не могу. А что делать-то? А я не могу. Эх! Ах, хоть и моя хорошая! Хватит, хватит! Хватит, захватит! А что ж, Песея Кутузов, можем начинать? Начнём, пожалуй. Господа, прошу занять позиции. Откручек. Не, во-первых, заряжай. Моя фирменная. 48 градусов. За победу! За нашу победу! Первый зал. Откат нормальный. Закуска, закуска. А русские после первой не закусывают. Повторой, заряжай. Сожраем. Есть. На приём мы с тобой, за тебя пойдём мы в бой. Оп-да-дра, побеждать пора. Три-четыре. Наш Кутузов молодец, будет полный во-копец. Оле-кутузов чемпион. Ну что ж, приготовить тяжёлую артиллерию. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Не, не, фраерок, по полной. Я за рулём. А чё тут пить-то, чё пить? Вот это пьём и по-добам. Пьё. Пьё. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо пошла. Слышь, ты, злобак, ты чё, вообще сюда припёрся? К нам, в Россию? У нас, у французов, есть древняя традиция. Каждый 1812 год мы с друзьями ходим в Россию. Куда тащить-то? В Париж, в Париж. Это Ташкент. Вот так, кто к нам с Наполеоном придет, тот от русской водки и погибнет. И бились они, не жалея всех сил, а после Кутузов к Москве отступил. И чтоб своей армии остатки сберечь, решили столинцу немножко зажечь. Пришли французы, видят что-то дела, не гуманит сумма, все сгорело дотла. Метро закрыто, отопления нет. Получите, французы, от наших привет. Как эти русские столько пьют, а? Я даже не знаю, где я нахожусь. Еще холодно. Отопление отключили, что ли? Пареньки теплые, носки вязаные, рукавицы берем. Человеки теплые, гуртаты. Готовься к зиме, водка русская. Господи, я не могу. О, ты мой хороший. Че в Москву приперся, не знай, да? Ну че, взмерз? Маугли. Хороший буслат возьми. Фирма, гляди, Рен Рич. Возьми, а то поздно будет. Уйди, старушка. Я в печали. Скажи, зачем Москву сожгли? Зачем? Да ладно, не боись. Лужков отстроит. Ты лучше вот вареньки возьми, хорош. Та же фирма, Рен Рич. Возьми, комплект возьмешь, скидку дам. А то, гляди, вон мороз и солнце, день чудесный. Гляди, замерзнешь, вдруг прелест. Как тебе звать, бабушка? Арина Родионовна, я. Нянечкой работаю тут у одного эфиопочка. А он вашей маленькой. Молодой, 13 лет всего. 13 лет, а, отрок. Сашенька, иди ксюду, миленький. Сейчас придет, придет, сейчас, гляди. Сашенька, вот он, гляди, хороший. АПЛОДИСМЕНТЫ Че, дед? Си, я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты. Няня, ты меня звала? Звала, звала. Гляди, какой хорошенький у меня парубок. Стихи пишет сам, стихи. Ля-ля-ля-ля, вот так вот. Сашка, мысль хороша пришла, запиши. Отсели в дум погружен, глядел на грозный пламень он. Глядел на грозный пламень он. Хорошо, еще одну вдогонку. Скажи, к дяде ведь не даром, Москва спаленная пожаром. Москва спаленная пожаром. Нет, няня, мне это не нравится. Не нравится? Ну ладно, продам другому кому-нибудь. Возьми комплект недорого. Семьсот прошу. Ой. За 140 год дам. Нет, у меня денег нет. Никакой торговли сегодня, Сашка. Ладно, пойдем, выпьем с горя. А где же кружка? Вот склероз. Кружка, я дома забыла. Видишь, куда он забыл кружку-то? Погоди. Какой несчастненький человек, Господи. Набери, Валенька. Набери, ладно. Оденься. Больно, что тебя жалко, какой ты субтильненький. Все, миленький, все. Сиди. Пойдем. Пиши. Мороз и солнце день. Нет, не так. Буря мглою небо кроет. Вот что. Буря мглою небо кроет. Пиши, пиши, а то детям в школах учить нечего будет. Вихри снежные крутя. Вихри снежные крутя. Пиши, пиши, а кто за тебя писать-то будет? Пушкин, что ли? Пушкин, что ли? У вас сходи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 О! Ты еще кто такая? Я зимушка зима. Ты что сдурела что ли? Это мороз ударил. А он у нас крепкий. Валите, ребята, отсюда. Пока дубина не поднялась. Какая ещё дубина? Народного гнева. А он сваливает, ребята, сваливает. Только сегодня неделя французской моды в Москве. Автор коллекции Рогаль Левицкая. Главный конструктор Альберт Мудрик. Зимний комбинированный костюм вон из Москвы 18-12. Смотрите, как подходит русский пуховой платок шикарному французскому мундину. Оригинальное конструктивное решение позволяет вам легко превратить головной вор. Вор головной в утеплённый подгузник. Следующая оригинальная модель. Ковыляй, собака. Лапки на меху, варежки из пози его куха и шапка из линялого пыжика станут прекрасным дополнением к мундиру от Валентина. Глядя на этот великолепный ансамбль, хочется сказать. Ковыляй, собака. Следующая модель называется «Минус 30, я иду». Обратите внимание, с каким изяществом подобраны детали этой модели. Этот ансамбль получил специальный приз жюри от «Партизан». Золотое ядро. И, наконец, последняя модель хит сезона. Пляжный ансамбль мини-бикини с сюрпризом от Бонапарта. Лёгким движением руки Наполеон превращается превращается наполеон в элегантного узбека. Вот ваши аплодисменты. Коллекция 18-12. Слышь, ребят, будете идти через Германию, передайте нам, что в 41-м тоже зима холодная будет. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так и закончился наш рассказ И ушел бы на парк навсегда от нас И настал французом полный капец Наполеон проиграл Кутузов, молодец! Я, как учитель, вынужден заявить, что за все, что вы сейчас здесь видели, педагогический коллектив нашей школы никакой ответственности не несет. Вот так и. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы вам правду рассказали, дети, как Кутузов справился с врагом. Вы почаще нас к себе зовите, И тогда узнаете о том, Как убил сыночка Ваня Грозной, И куда с усами всех водил, Как Сальери отправил влюбок, И как Грозкин женщиною был. Наш урок, надеюсь, был понятен, И хотим сказать мы вам одно. Нет в истории больше белых пятен, Мы их все закрасили давно. Нет в истории больше белых пятен, Мы их все закрасили давно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Кто найдет, дайте нам знать Но о чем мы сейчас споем Может лучше домой пойдем Вот такую билиберду Сочиняем на ходу Это зеркало В эфире вновь кривое зеркало И чтобы крыша не поехала На мир свой юмор посмотри Без сомнения От смеха головокружение И чумовое настроение Собой отсюда забери Кривое зеркало Закончило свой веселый визит в школу Говорят, что человек всю жизнь Сдает экзамен Название человека И в отличие от школы В жизни Переэкзаменовок не бывает Пожелаем же нам всем Всем без исключения Выдержать с честью Этот экзамен Чтобы на душе Было радостно Весело И легко С уважением Ваше кривое зеркало Это зеркало В эфире вновь кривое зеркало И чтобы крыша не поехала На мир свой юмор посмотри Без сомнения От смеха головокружение И чумовое настроение Собой отсюда забери Субтитры создавал DimaTorzok Встречались с вами мы не раз И цель одна всегда у нас Разгоним дрему вам и сон И вместе с вами мы споем Кривое Мы зеркало кривое Ты же знаешь Нас ты знаешь Мы с тобою Эй! Эй! Субтитры создавал DimaTorzok